Сегодня мы обсудим проблему невывоза мусора с депутатом Кировской городской думы Михаилом Ковезиным. Михаил, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Дом на Арджиникидзе относится к вашему избирательному округу и в сюжете, который мы посмотрели, говорится о договоре. О каком все-таки договоре идет речь, поясните. Ну, здесь ситуация достаточно двоякая. Ситуация связана с тем, что как раз с января месяца у нас началась так называемая мусорная реформа, которая преподнесла нам очередной сюрприз. Несмотря на то, что уже прошло 5 месяцев, значит, сейчас после действия реформы, сейчас возникла очередная коллизия, значит, а именно со слов там жильцов, 27 мая этого года контейнеры по ТБО исчезли. И их там переписка с Купритом, с КДУ-3, значит, с управляющей компанией пока никому результаты не привела. Я здесь в большей степени как раз хочу заострить внимание, что сейчас там наблюдается конфликт двух бизнес-структур, скажем так. То есть есть управляющая компания, которая не хочет дополнительно нести свои там дополнительные затраты. Есть КДУ-3, которая тоже считает на основании других постановлений, что это все-таки же обязанность не их, а управляющей компанией. А страдают, в первую очередь, жильцы. Жильцы не могут воспользоваться этой услугой, значит, и поэтому там обратились в том числе во все инстанции и ко мне для того, чтобы ситуацию разрешить. Хорошо. А у Куприта какие обязанности? Разве не региональный оператор должен устанавливать контейнеры? Ну, номинально, значит, сейчас Куприт в лице регионального оператора, он действительно занимается, по сути дела, в целом хранением, потому что обязанности перевозчиков, в частности, в городе Кирове, оказывают КДУ-3. И действительно, в данном случае там получается, что жильцы платят Куприту. Но это дочернее, да? Давайте поясним, это дочернее предприятие Куприта? Это предприятие, которое в том числе Куприт выбрал, значит, для того, чтобы оказывать услуги по перевозке мусора. Субподрядчик. Да, абсолютно верно. То есть, соответственно, они должны контролировать, мы про Куприт сейчас говорим, то есть Куприт должен контролировать работу своего субподрядчика? С точки зрения логики, безусловно. С точки зрения логики, логики все равно. Раз Куприт получает денежные средства, то он должен отследить всю цепочку. И меня-то удивляет ситуация, не только которая возникла, а во-первых, что она возникла сейчас, повторюсь еще раз, спустя 5 месяцев после начала так называемой мусорной реформы. То есть, это произошло не в январе, когда было бы логично и понятно. Это произошло не в феврале, это произошло в мае. Причем, достаточно странная ситуация именно с позицией выбранных домов, потому что напоминает это, знаете, разведку боя. То есть, вот мы сейчас уберем здесь контейнеры, если все пройдет гладко и хорошо, то мы будем двигаться дальше. Повторюсь еще раз, я не в данном случае не защищаю управляющую компанию, я стою на интересе жильцов, которые однозначно страдают в первую очередь, потому что они платили. Значит, более того, я не до конца уверен, это мое личное мнение, что им пересчитают, потому что номинально есть возможность выносить мусор в другие контейнеры ТКО, которые находятся по соседству. И поэтому номинальная услуга сейчас, которая есть, она не является привязанной к этому дому, потому что мы платим по нормативу, а не за фактический вывоз. Поэтому у меня есть ощущение, что жильцы еще пострадают вдвойне. Мало того, что они сейчас не могут нормально пользоваться этой услугой, во-вторых, они еще и платят за то, что, по сути дела, у них этого нет. Потому что что в данном случае по Рженикидзе-3? Это дом, который оборудован мусоропроводом. В их тарифе, безусловно, есть составляющая с тем, что управляющая компания обязана обслуживать мусоропровод в том числе. И сейчас получается, что жители, мало того, что не получают эту услугу, и они вынуждены еще, как бы, по сути дела, не переплачивать эти деньги лишние. Потому что сейчас граждане вынуждены выносить мусор в другое. Поэтому ситуация патовая. А что все-таки в такой ситуации жителям-то делать? Мы разобрались, что сейчас они как-то немножко в безысходности, да, вот в какой-то находятся. Куда им обращаться и что в такой ситуации делать? Ну, жители уже обратились во все контролирующие органы. Значит, безусловно, это и прокуратура, это и администрация, и КДУ, и, значит, актив комфорт. Повторюсь еще раз, правда, у всех своя, потому что позиция управляющей компании, она уже озвучена. Позиция КДУ-3, она тоже существует. Значит, есть ответы жильцам от рекоператора Куприта, который как раз ссылается на то, что контейнеры должны были приобрести управляющие компании. Управляющая компания ссылается на совершенно другое постановление, где тоже там есть отсыл к тому, что их задача это обслуживать места хранения, а приобретать этого четко и ясно не написано. Какой-то двоякий закон здесь получается, да, и у каждого своя правда. Вот вы как депутат, как вы считаете, может быть, стоит внести какие-то поправки и изменения какие-то должны быть? Что я сделал? Я уже сегодня написал запрос на главу города, чтобы на ближайшей комиссии, постоянной комиссии по ЖКХ, мы эту ситуацию обсудили, причем не в рамках депутатов, а в рамках приглашенных всех заинтересованных сторон. Я надеюсь, на наше предложение откликнется не только госорганы в виде ГЖИ и прокуратуры, но в том числе и КДУ-3, и это и управляющие компании, причем в данном случае речь не только про эту управляющую компанию, потому что по моей информации аналогичные договора не заключены еще с рядом ТСЖ, с рядом других управляющих компаний. Это касается не только двух домов, а это коснется несколько сотен домов, и, по сути дела, социальная ситуация, она может вылиться, повторюсь, если вот в данном случае это акция, я назову ее так, она увенчается успехом и, по сути дела, спустится на тормозах, все это проглотят, и, следовательно, я думаю, что мы будем через какое-то время наблюдать массовые еще зановоения контейнеров и с других площадок. Михаил, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, мы также будем следить за этой ситуацией, с вами прощаемся, до свидания. До свидания.